Когда мы говорим о Хануке или Рождестве, я сразу вспоминаю мое детство. Вы знаете, для меня сегодня смотреть на своего внука, который возрастает, ему скоро будет 10 месяцев, даже больше, может быть, времени уделить ему хотелось бы. Но я смотрел, как он игрался игрушками. Ему забавно видеть разные подделки, разные игрушки, которые развивают его воображение, его ощущение мира. Эти игрушки, они разные. Он от одной игрушки переходил к другой игрушке, и он смотрел, рассматривал их, как они работают, действуют. Последнее, что для него очень стало привлекательным, когда он ползает, он замечает такие стопы для дверей, чтобы они не разбивали стены. Они на пружинке, он ее трогает, и она делает звук, и это стало для него игрушкой, привлекает его. Почему я говорю об этом? Мы, как дети малые, с вами мы должны возрастать в Боге. И об этом Ишуа говорит, будьте как дети, то есть по вере. Но часто многие люди, которые верят в Ишуа, те христиане, которые пришли к Богу и возродились свыше, они ищут себе игрушки, которые бы привлекали бы их внимание, которые бы завлекали их чувства. Они рассматривают. И я сказал, что вот эти игрушки похожи на служение, которое люди несут. Вы знаете, я заметил, что очень часто, в свое последнее время, людям очень нравятся различные игрушки. Они от одной переходят к другой, к третьей, к четвертой. То это может быть машинки, это может быть лошадки, это может быть что угодно. Но они подразумевают одно, они хотят служить. Но увлекаясь, они остывают очень быстро. Интерес к служению пропадает. А для меня это очень важно. Чтобы каждый человек, смотря на свою жизнь, он не просто увлекался тем, что его влечет, а чтобы он посвятил тому делу. Вот есть люди, которые делают из игрушки и увлечения, делают целую страсть. Это может быть любое дело. И вырастают в нем, становятся профессионалами. Их спрашивают как профессионалов в их деле. Я верю, что для человека очень важно быть профессионалом. Я хочу зачитать в местописании еще одно, которое говорит об огне. Это касается Петра, Шимона. И касается служителей, служителей храма или религиозной деятельности Израиля в того времени. Перевосвященник же спросил Иешуа об его учениках и об его учении. Иешуа отвечал ему, я говорил явно миру. Я всегда учил в синагогах и в храме, где всегда иудеи сходились. Тайно не говорил ничего. Что он имел в виду? Что его действие, его служение этому миру было явно, и он посвятил себя этому служению три с половиной года, благовествовать Евангелие. Но знаете, между тем написано, рабы и служители развели огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр же стоял с ними и грелся. Написано, что рабы и служители. Как интересно, что Иешуа говорит о своих учениках, о том, что вы рабы. Вы рабы. И он говорит, я не называю вас рабами, я называю вас сыновьями, то есть братьями и сестрами. Он уравнял нас с собой, отношение отцовства между нами и Богом. Он наш отец, мы его дети. Но Павел говорит, что мы рабы ничего не стоящие. И также мы служители. Мы любим гореться возле огня. То, что доставляет нам тепло. Огонь Духа Святого. Но очень важно не забывать, что мы ответственны за наше дело. Мы, которые взялись за какое-то дело, не являемся просто людьми, которые играются с игрушками, у которых пропадает интерес тому, что мы делаем. Как служитель, как пастор, я обращаюсь сегодня ко многим людям. И говорю, дело, которое Бог поручил вам, оно не должно страдать. Оно должно процветать, умножаться и принести плод в 30, 60 и 100 крат. Игрушки в служении не нужны. Но нам нужны люди серьезные, возрастающие в вере, взявшие за плухни и прощаться назад, делать, как дело Божие. И если для вас служение игрушка, и вы переходите от одной игрушки к другой, устроили себе детский сад, дорогие друзья, подумайте за нашу ответственность перед Богом. Ишуа учил открыто в синагогах и в храме, когда люди собирались. И мы должны делать открыто. В тайне играться не нужно. Нужно делать дело Божие. А кто делает дело Божие небрежно, он проклят. Поэтому не удивляйтесь. Очень часто мы говорим, почему у нас так происходит одно, другое, третье. Потому что мы не определились в том служении, которое Бог для нас сделал. И Он дал нам. Поэтому, если у вас простое служение, кажется, как деревянной лошадкой, то делайте его четко, с интересом и радуйтесь в этом. Пускай оно может не сильно знатное, но делайте его добросовестно. И если вам Бог дал большое служение, как автомобиль, на котором нужно перевозить многие сложные вещи, работа с людьми или что-то еще более важное, делайте это дело четко, счастливо и с сердцем радости. Будьте слугами Господними и делайте это, как необходимо в Писании.